Виталий Боровой работает в сфере ритуальных услуг почти 20 лет. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он остался один из всех коллег на шесть кладбищ изюма. Мужчина решил для себя не выезжать. Говорит, надеялся, что украинская армия быстро даст отпор противнику. Но через полтора месяца осады город был оккупирован. Виталий рассказывает, с тех пор у него не было выходных. Целыми днями он занимался тем, что собирал по изюму тела и останки местных жителей. В первые недели закончились гробы. Морг не работал, так как не было электричества. Город был реально завален трупами. Они лежали и на пешеходном мосту над дорогой. Просто были присыпаны землей, бурьяном. Даже были такие, что просто лист шифера на них положили, чтобы собаки не тягали. Место боли, горя и скорби. Так обозначена в Изюмском лесу площадка массового захоронения людей, которые погибли в городе во время российской оккупации. Она находится на въезде в Изюм, на окраине одного из городских кладбищ. Это единственное место, где российские войска весной прошлого года разрешили захоронение. В первые дни после деоккупации Изюма поисковая группа экспертов обнаружила здесь тела украинских военнослужащих. Но большая часть захороненных – мирные жители. На это место привезли 23 тела наших военных – ребят, которые погибли, защищая город Изюм. Мы с удивлением поняли, что здесь похоронены не только наши военные, а еще и гражданские люди. Виталий вспоминает, что в первые дни полномасштабного вторжения вследствие обстрелов города российской авиацией здесь погибали целые семьи. Одной из первых погибла семья из девяти человек. В их дом прямой наводкой попала авиабомба. Там люди как раз, ну, они зашли в частный дом. Там люди, они собрались в частном доме из многоэтажки, и все были в этом доме. И как раз авиабомба, там и фундамента не осталось. Тела, когда искали, останки тел нашли, руку, ногу там еще что-то нашли, пособирали вот. Это вот первые места были. Идентификацию тел Виталий вел в журнале. Если при себе у умерших были документы, на кресте писал фамилию, имя, даты рождения и смерти. Если документов не было, просто фиксировал могилу номером, указывая приблизительный возраст и пол. Последняя отметка в журнале у Виталия значится под номером 455. Дуже богато. Я скажу, дуже богато. Знаем их. Очень много. Я же говорю, здесь и одноклассники даже есть. Ну, где человека находили, там писали. Или на проспекте Ленина, или просто вот в городском парке неизвестного мужчину нашли. Его присыпали землей просто. Прямо на кладбище российские оккупанты установили военную технику, танки и пушки. Очень часто, рассказывает Виталий, работать приходилось под обстрелами. Много раз его команда была вынуждена прятаться в свежевырытые ямы, чтобы укрыться от снарядов и осколков. Сейчас кладбище пустое. Но до сих пор Виталия преследует воспоминания, как приходилось хоронить людей под прицелом автоматов. Оно как спазм тебя сжимает. Смотришь, они здесь стоят, ходят, жрут, пьют. И просто этот спазм ненависти. Ну за что людей? Ой, а снятся по ночам. Снятся очень часто по ночам эти тела. После эксгумации 4-49 тел криминалисты обнаружили у 50 похороненных следы насильственной смерти. Это связанные за спиной руки, веревки на шеях, простреленные головы, сломанные ребра и шеи. На сегодняшний день идентифицировали 232 тела. 57 остаются неопознанными. У 58 устанавливают анкетные данные, заявили в Харьковской областной прокуратуре. На счет 91 человека сейчас продолжается процесс проведения судебно-молекулярных генетических экспертиз. Процесс осложнен тем, что останки, которые находились в земле, в них произошли гнилостные изменения. Из отобранных материалов ДНК бывает, что невозможно из них. Через несколько месяцев невозможно установить ДНК-материал из них. Поэтому процесс повторяется с отбором новых материалов. И, к сожалению, такие ситуации случаются, что приходится по несколько раз отбирать в телах, которые были эксгумированы, эти ДНК-материалы, поскольку материал не всегда является надлежащим. Процесс идентификации тел продолжается. По данным прокуратуры, Изюмский лес остается местом самого массового захоронения погибших во время российской оккупации в Харьковской области. До сих пор городские морги в Харькове области переполнены телами жертв российской армии. Над их опознанием работают эксперты из всех областей Украины. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Харьковской области для телеканала Freedom.